МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы они могли развивать свой язык, культуру, традиции, обычаи, чтобы в обществе царила атмосфера стабильности и спокойствия. Год 20-летия создания Ассамблеи народа Казахстана в нашей студии заведующий секретариатом Североказахстанской областной ассамблеи Наиль Камилевич Салимов. Здравствуйте, Наиль Камилевич. Рад видеть вас в нашей студии. Здравствуйте. 2015 год был годом Ассамблеи народа Казахстана. Вот чем он вам запомнился и какие проекты реализовывались под эгидой общественного института? 2015 год действительно, без преувеличений, стал годом исторических, масштабных событий, которые предопределят характер и развитие нашего Казахстана, нашей страны на долгие годы вперед. Все 17 миллионов жителей Казахстана выражают нашему президенту, Нурсултану Абишчу Назарбаеву, огромную благодарность за мир и спокойствие на нашей благодатной земле. Хотелось бы сказать, что у нас, в нашей стране, все этносы, проживающие на территории Казахстана, находятся в равных условиях. Все этносы принимали участие огромное в тех мероприятиях, которые проходили в течение этого насыщенного, масштабного года Ассамблеи народа Казахстана. 20 лет Ассамблеи народа Казахстана – это 20 лет стабильности, это 20 лет большой работы по сохранению межэтнического и межконфессионального согласия на территории нашей страны. Прошло заседание Акимата области, где наш Аким Ерик Хамзинович Султанов выразил положительную оценку Ассамблеи народа Казахстана в 2015 году. Хотелось бы сказать, что в течение года прошли масштабные мероприятия. Это около 4 тысяч мероприятий с охватом более 500 тысяч человек. В орбиту нашей года Ассамблеи включилось практически все население нашей области. И был реализован действительно воспитательный потенциал таких дат, как 20-летие Конституции нашей страны, 550-летие Казахского ханства, 70-летие Великой Победы. Об этом свидетельствуют социологические исследования, проведенные среди североказахстанцев, которые выражают поддержку Ассамблеи более 91%. Хотелось бы сказать, что были и на нашей земле, североказахстанской, крупнейшие республиканские проекты. Конечно же, это старт года Ассамблеи народа Казахстана. Все население нашей области участвовало в этом старте. Гордо взвелся флаг года Ассамблеи народа Казахстана. И, конечно же, второй такой вот республиканский мощный масштабный проект, это прибытие поезда Минэн Казахстаны. Он первым после Астаны прибыл на нашу североказахстанскую землю. Не участвовало более 500 человек, получили юридическую, медицинскую консультацию. И, конечно же, получили и медицинскую помощь, потому что в этом поезде были и профессора, доктора, которые оказывали диагностику и консультировали всех селян по медицинским вопросам. И, конечно же, итогом стал большой праздничный концерт звезд казахстанской эстрады. Была и Нагима Искалиева, которые действительно организовали красочный концерт для жителей города Тайнши. Еще один проект республиканский, это проект Тайказан. Тайказан в рамках акции 20 АНК, 20 добрых дел. Конечно же, в этом проекте прошло более 400 мероприятий, участвовало более 46 тысяч человек. Тайказан – это символ благотворительности, символ добра. И, конечно же, многие бизнесмены, организации, люди просто участвовали в этой благотворительной акции и, конечно же, наполнили наш Тайказан в Североказахстанской области до краев. И вот этот Тайказан, все те добрые дела, они, конечно, были озвучены у нас на итоговом съезде, где говорилось о том, как жители всех областей Казахстана выразили свое участие и свою благотворительность выразили именно для людей, которые являются социально уязвимыми слоями населения. Хотелось бы сказать, что, конечно же, в нашей области с марта месяца проходил проект АСАР. Это для пенсионеров, для ветеранов Великой Отечественной войны. Оказана помощь около 20 тысяч человек. Конечно же, хотелось бы сказать, что еще один крупнейший проект, который также первым прибыл после Астаны, это был проект, посвященный 550-летию казахского ханства под названием Улы-Дала-Иле. И, конечно же, основная цель этого проекта – это Великий Казахстан, Великая Степь. Об этом было озвучено, именно старт был дан во Дворце Независимости нашим президентам. И, конечно же, эта экспедиция посетила наши исторические места. Это Айртаусский район, это район Макжана Жумабаева и, конечно, город Петропавловск. И, конечно, каждый житель нашей области мог проявить свое участие в этом проекте. И, конечно же, этот проект показал, что каждый, любой человек Казахстана может гордиться своим происхождением, может гордиться тем, что он живет в мире, в согласии и единстве этой триаде, о которой сказал еще Нурсултан Абишич Назарбаев в начале 90-х годов, когда была образована Ассамблея народа Казахстана. Хотелось бы сказать, что, конечно же, очень важное место в 2015 году занимает наша, североказахстанская юбилейная сессия, 20-я она была по счету, где председатель стал наш Аким Североказахстанской области. Он же является председателем Североказахстанской Ассамблеи народа Казахстана. На этой сессии, конечно, были им поставлены конкретные задачи по проведению года Ассамблеи 2015 года. На этой сессии присутствовал заместитель председателя Ассамблеи народа Казахстана Яралы Тукжанов. Конечно же, были вручены медали 63-м нашим североказахстанцам за медали юбилейные, за вклад в единство, единение и межэтническое согласие на нашей североказахстанской земле. А Акимом области нашим были выданы также и гранты нашим председателям этнокультурных объединений. Хотелось бы сказать, что также мы работали над 11 республиканскими проектами. Хотелось бы выделить такие проекты, как Арман Даган Мамандык, Журек Тен Журеке благотворительный проект. Конечно, это проект Мэнбала по обучению наших детей казахскому языку. Хоть и проект называется Мэнбала «Тысяча детей», но в нем приняло участие несколько десятков тысяч детей по всей стране. И, конечно же, этот проект будет продолжаться и на следующий 2016 год. Хотелось бы сказать, что в нашей области выполняется и три единства языков. Также разрабатывается дорожная карта трехязычного образования. Хотелось бы напомнить, я уже говорил об этом, что у нас в области, в нашем Доме Дружбы, обучают и казахскому языку, обучают и ивриту, обучают немецкому языку, польскому языку. И хотелось бы сказать, что в 17-й школе, школе национального возрождения, более 200 детей обучается на 9 отделениях, где люди изучают традиции и обычаи своего этноса. Этот год много было проведено в нашем регионе мероприятий. Вот скажите, пожалуйста, стала ли ваша семья, семья ассамблеи больше? Конечно, конечно, стало и намного. В этом году, в 2015-й год, он, конечно, стимулировал образование этнокультурных центров. Так, по области их выросло на целых 25 этнокультурных центров. И это очень радует. Мы сами, секретариат Северказахстанской ассамблеи, коммунальное госучреждение Кахамдык-Келесы, мы сами выезжали, даже открывали некоторые эти центры. И это очень радует, потому что жители сами, именно вот с низов, в сельских глубинках хотят тоже, значит, организовать такие центры, как в областном центре. И, конечно же, мы старались приехать к ним, подарить литературу об ассамблее народа Казахстана и, конечно, провести какие-то мастер-классы, чтобы они дальше могли развиваться и продолжать деятельность во благо стабильности нашей страны. Наиль Камилевич, сегодня личность главы государства связывают с уникальной моделью полиэтнического общества. Вот в чем особенность этой модели? Расскажите, пожалуйста. Глава государства на сессиях Ассамблеи народа Казахстана говорит о наших достижениях, говорит о перспективах нашего государства. Сейчас также было сказано на прошлой сессии Ассамблеи народа Казахстана о том, что даже министерства, министры будут отчитываться на этих вот сессиях. То есть здесь, на сессиях областной, вернее, Республиканской Ассамблеи народа Казахстана даже вырабатываются программные документы. Программные документы. Хотелось бы сказать, что всегда наш президент подчеркивает, что межнациональные, межэтнические вопросы – это стержень нашей государственной политики. Не случайно 2015 год – это год торжества национальной модели нашего президента. Есть такое выражение, что идея образует отечество. И, конечно же, в нашем случае эта идея – это Менгеликель, идея казахстанского патриотизма. Хотелось бы сказать, что в мире есть несколько моделей. Вот в частности есть модель мультикультурализма, в которой предрасположены страны, такие как Северная Америка, страны Европы. Но это модель, где есть национальные меньшинства. Но если вспомнить создание Ассамблеи народа Казахстана, многие западные политологи предрекали, говорили, чтобы у нас в Казахстане был институт национальных меньшинств. Нас президент сказал – нет, такого не будет. Только равные возможности для всех этносов, только это записано в основном законе и конституции нашей страны, будет двигать наш Казахстан вперед и будет стабильность на этой земле. И это действительно доказывает сейчас. Наш Казахстан стал островком стабильности. Более 130 этносов живут на территории нашей страны. Что касается модели султана Абишевича Назарбаева, то я хочу сказать, конечно же, что это идея равного и взаимообогащения культур. Культура и дух нации – это есть хребет всей нашей нашей нации. Хотелось бы сказать, что культура здесь подразумевает под собой – это язык, это традиции и, конечно, историческое прошлое этноса, история самого этноса. Ну и, конечно же, если у нации не будет духа, если нация будет сломлена, то, конечно же, никакая экономика и не поможет. Не идеология движет государством, а движет дух. Ведь это сродни, как, допустим, дерево с большим дуплом, оно все равно когда-то сломается. И поэтому наш президент, идея нашего президента Менгеликель – это идея равных возможностей. Это когда жители видят, что государство, значит, поддерживает всех казахстанцев. И, конечно же, казахстанцы в ответ становятся плечом к плечу, чтобы поддержать в различные времена наш Казахстан. Я думаю о том, что при Ассамблее народа Казахстана работают Советы общественного согласия и Советы матерей. Наши телезрители, конечно же, знают. Но вот расскажите, пожалуйста, поподробнее о том, чем они занимаются. Да, действительно, Советы общественного согласия на сегодняшний день это является мощным фактором стабильности на территории нашего Казахстана, в данном случае территории Североказахстанской области. У нас в области работают 47 Советов общественного согласия. За этот год прошло более 220 соседаний Советов. Были открыты общественные приемные. Советы общественного согласия говорят сами за себя. В его орбиту входят любые вопросы, касающиеся не только межэтнических отношений, касающиеся и различных социальных вопросов, касающиеся даже бытовых вопросов. И вот когда мы приезжали, члены Ассамблеи народа Казахстана, приезжали в районы, то мы, конечно же, в первую очередь проводили вот такие вот приемные Советы общественного согласия, где к нам на прием приходили жители, и эти жители могли задать любой волнующий этот вопрос. Так много было вопросов и по медицинским, различные медицинские вопросы, и по, значит, дорогам, и различные другие бытовые вопросы. Конечно же, часть этих вопросов мы, конечно же, передавали именно тем службам, которые занимаются именно этими вопросами. Хотелось бы сказать, что сейчас подписан и уже работает закон об общественных советах. Конечно же, мы сейчас будем вводить дополнение в уставы Советов общественного согласия, и в следующий, 2016 год, у нас будет большая работа именно по утверждению этих Советов общественных согласий. Конечно же, хотелось бы, чтобы советы такие создавались не только по одному-два в районах, но и на крупных предприятиях, на аграрных предприятиях, на промышленных предприятиях, там, где есть достаточное количество людей работает, там уже можно создавать Советы общественного согласия. И вот таким образом вводятся новые формы уже. И так, 2016 год, будет вводиться у нас кабинет медиации. Медиация — это уже гораздо, так сказать, такое вот рассмотрение серьезных вопросов досудебного характера, и не только в межэтнических отношениях, но и уже так же в любых других вопросах. Это как своего рода третейский суд. И хотелось бы сказать, что большую работу так же и делает и Совет матерей. Таким образом, у нас Советы матерей уже созданы не только в областном центре, а уже в Казалжарском районе, в районе имени Габита Мустрепова, в районе Шалакына, и проведено уже более 60 мероприятий. Советы матерей. Женщины, конечно же, Совет матерей — это важный очень институт, где через материнство, институт женщин до ребенка, до подрастающего поколения до нашего доходит также составляющая идея нашей страны. Это, конечно же, жить в мире в добре, в стабильности и в согласии. Ну, а какую-то помощь не оказывают эти Советы? Конечно, оказывают. В данном случае, вот сейчас вот у нас в Казалжарском районе одну из благодарностей на Совете матерей в Астане получил именно проект помощи инвалидам. Вот сейчас мы его разрабатываем, в 2016 году мы его хотим довести уже до логического конца, и, возможно, этот опыт даже Казалжарского района, то есть нашей Североказахстанской области примут и на Республиканском ура. Что он предусматривает в данном проекте? Он предусматривает помощь, не только благотворительную помощь, но и, скажем так, моральную помощь именно детям-инвалидам, у которых различные стадии болезни. Нель Камилевич, сейчас Казахстан работает в рамках Евразийского экономического союза. Вот касаемо Вашей деятельности, какая работа ведется в рамках приграничного сотрудничества? На нашей 20-й юбилейной сессии Аким Улас и Ерик Хамзинович Султанов дал четкое поручение нашей Ассамблеи продолжить углубление связей, культурных связей, взаимодействия с приграничными регионами нашей области. Вы знаете, что наша область граничит с тремя регионами. Это Тюменская область, Омская область и Курганская область. Конечно же, проходят совместные мероприятия. Если раньше нас приглашали на праздники, на Курултаи, то сейчас уже мы проводим совместные большие праздники, такие как научно-практические конференции, вот в данном случае по 550-летию казахского ханства в городе Омске. В данном случае мы выезжали в город Курган с молодежью, где проходил у нас молодежный форум, где решались очень важные и актуальные вопросы молодежной политики даже двух стран. Хотелось сказать, что, конечно же, большая у нас работа идет с национальной культурной автономией казахов Тюменской области. И даже на заседании Акимата Аким области вручил медаль двум нашим тюменцам, которые председателем национальной культурной автономии Тюменской области и заместителю медаль. То есть, таким образом, высшие награды Ассамблеи народа Казахстана могут получить и иностранные граждане, которые проводят очень такую важную политику по межэтническому взаимообогащению наших этнокультурных центров и наших стран. Теперь, пожалуйста, поделитесь с нашими телезрителями планами на будущий год. Я думаю, им будет интересно. Конечно. Мы подводим итоги года Ассамблеи народа Казахстана. Но хочу сказать, что год для нас, конечно же, он не заканчивается. Он продолжается в таком же мощнейшем режиме, который проходил в 2015 году. Следующий год, 2016-й, у нас пройдет под эгидой 25-летия независимости нашей страны. Это, конечно же, великая дата в истории казахстанского народа. И, конечно, будет продолжаться у нас республиканский проект «Большая страна, большая семья» в следующем году. Конечно, 27 ноября во Дворце независимости был дан старт проекту «Караван милосердия». И был в нашей делегации вручен символ каравана милосердия в 2016 году. Это коржин, символ благотворительности. Конечно же, сейчас и по закону о благотворительности Ассамблея народа Казахстана будет играть очень важную роль. Более того, скажу, в частности, она будет играть курирующую роль во всей благотворительной работе в нашем Казахстане, в Североказахстанской области. Нель Камилевич, к сожалению, наше эфирное время подходит к концу. Вот в завершении программы что бы Вы хотели пожелать нашим землякам уже на будущее 2016 год? Нашим североказахстанцам в следующем году хотелось бы, конечно, пожелать мира, добра, единения, то, о чем всегда говорит наш президент, председатель Ассамблеи народа Казахстана, но Султан Абишевич Назарбаев. Наш Казахстан сегодня, это не метафорический образ, это настоящая действительность. И я уверен, что будущее нужно уже начинать делать сегодня. И от наших дел зависит, каким это будет будущее. И мы должны сплотиться все для решения многих задач, поставленных нашим президенту, посланий президента народу Казахстана. Всем я желаю мира, добра, согласия, желаю, чтобы над нашей североказахстанской областью и над нашим великим Казахстаном был только голубое небо. Конечно, каждой семье, каждой североказахстанской семье хотелось бы пожелать мира, согласия богатого Дастархана. Хотелось бы, чтобы все те задумки, которые были в этом году, чтобы сбылись обязательно на следующий год. и, конечно же, добра, процветания. Большое спасибо вам за интересную беседу. Всего вам доброго и успехов в работе. До свидания. Сегодня в нашей студии был заведующий секретариатом Североказахстанской областной ассамблей народа Казахстана Наиль Камильевич Салимов. Это была программа «Диалог». Всего вам доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова